Здравствуйте дорогие друзья! В этом видео рассмотрим функции задержки времени. Это таймеры TONE и таймер TOF среди TIA портал для программируемых контроллеров SIMATIC. Устройство, которое определяет задержку времени между двумя событиями, называется таймером. Событием может быть изменение входного или выходного сигнала. И при поступлении входа IN, актуальное значение таймера начинает нарастать. Здесь в данном случае у нас сделано так, что нарастает один импульс на одну секунду. И выход включается, как только актуальное значение превысит порог включения, то есть превысит задержку таймера. В действительности таймеры представляют из себя счетчики, которые подсчитывают кванты времени или количество отрезков времени. Величина кванта таймеров для SIMATIC это 1 мс. Вставить таймер можно из дерева инструкций, выбрав соответствующий тип таймера. При декларировании таймера ему автоматически присваивается блок данных, куда сохраняются все переменные таймера. Основными переменными таймера являются PT, задержка времени, ET, это актуальное значение, IN, это булевая величина, вход, и Q, булевая величина, выход. Другие входы и константы это ST, максимальная задержка. Рассмотрим работу функций таймера TONE. Предварительно создана программа, предварительно создан блок данных, где имеются булевые переменные IN и Q. Вставляем таймер из дерева инструкций, из ящика таймера, вставляем таймер TONE. Автоматически вставляется экземплярный блок данных, где хранятся все переменные таймера. В качестве задержки вначале вставим 3000 мм или 3 секунды, автоматически преобразуется в таймер формат. Рассмотрим принцип работы таймера TONE. Активным состоянием входа IN включается отсчет времени таймера. Актуальное значение ET постоянно нарастает в соответствии с текущим временем. Выход таймера Q включается при условии, что актуальное значение равно или больше, чем задержка времени, ET больше или равно, чем PT. При выключении таймера TONE происходит при отключении входа IN. При этом происходит первое, это обнуление времени актуального значения и выключение выхода Q. Загружаем программу и посмотрим, как работает этот блок. Включаем онлайн режим и включаем контакт на единицу и тогда начинается отсчет времени и через 3 секунды включится выход Q и он продолжает оставаться гореть активным до тех пор, пока контакт IN активен. Выключаем вход IN и одновременно сбрасывается таймер на 0 и выключается выход IN. Таймеры TONE и TOF являются базовыми таймерами для других таймеров, потому что на основе этих таймеров можно создать все остальные. Выход таймера Q включается, если сигнал IN равен 1, однако отсчета времени при этом нет. Отсчет времени начинается от негативного фронта сигнала IN, то есть момент его отключения. Актуальное значение автоматически нарастает в соответствии с текущим временем. Выключение выхода таймера Q и обнуление актуального значения происходит при равенстве актуального и предустановленных значений ET равняется PT. Смотрим работу таймера TOF, выберем функцию заранее подготовленная программа, имеются переменные, гулевые переменные вход IN и выход U, вставляем функцию TOF. Автоматически создается экземплярный блок данных, куда записываются все важнейшие переменные. Зададим время задержки, допустим это будет тоже 3000 мс, автоматически переводится формат лица таймформат и можно оставить пустым или можно произвольно задать тег, предварительно созданной такси длиной 32 бита. Загрузим программу, виртуальный контроллер и посмотрим как он работает. Итак, включаем вход IN. Обратите внимание, выход включается сразу же, однако отсчет времени пока не включен. Отчет времени начинается с момента отключения входа. И тогда лампочка продолжает гореть в течение 3 секунд. В качестве задержки времени можно также использовать другую переменную. Например, MD8. MD8 произвольно заданная переменная в формате длиной 32 бита. Наверное автоматически посмотрим как это будет субтегов. Автоматически присвоена формат тайм. И включу ассимулируем работу этого таймера. Зададим. Присвоим задержку. Скажем, это будет 6000 миллисекунд. Автоматически присваивается 6 секунд. И через 6 секунд после отключения входного контакта IN выключится лампочка автоматически. Рассмотрим как работает таймер. Импульсный таймер. Этот таймер соберем. Ставим импульсный таймер. Автоматически добавляется экземплярный блок данных. Пускай время задержки будет 3 секунды. То есть через 3 секунды этот таймер точно так же работает, как таймер TOG. Выключится с момента включения входа IN. Загружаем программу. Включаем онлайн режим. Включаем контакт на единицу. Ну а счет времени идет сразу же. Независимо от значения контакта IN. То есть, включаем. И через 3 секунды сразу же отключается выход. Даже если контакт остается включен.